Привет, друзья! Вы смотрите очередное видео от серпстата о техническом аудите и сегодня я расскажу вам об ошибках, связанными с протоколом HTTPS. Первая ошибка в этой категории — это наличие страниц с протоколом HTTP в вашем сайт-мэп. Для того, чтобы ее исправить, достаточно просто создать новый сайт-мэп, в котором все страницы будут указаны с новым протоколом. Если этого не сделать, вы будете сбивать с толку поисковые системы, что негативно скажется на вашем краюлинговом бюджете. Вторая ошибка — это наличие незащищенных элементов на ваших страницах. Она может негативно сказываться не только на поисковой оптимизации, но и в целом на работе вашего сайта. Так что, если видите подобную ошибку в отчете по аудиту серпстата, обязательно ее устраняйте, меняйте эти элементы на защищенные или полностью убирайте их со своих страниц. Следующая ошибка — это наличие ссылок на вашем сайте, которые ведут со страниц с протоколом HTTPS на страницы с протоколом HTTP. Такое часто случается при переезде сайтов. Если видите такую ошибку, просто обновите ссылки и увидите, что они ведут на те страницы, на которые должны. Дальше мы покажем вам незащищенные страницы на вашем сайте. Мы определяем такие страницы, проверяя их код, и если мы находим там поле Input Type с параметром Password, мы помечаем такие страницы как «Небезопасны». Использование этого поля на ваших страницах может привести к тому, что сторонние люди получат доступ к паролям ваших посетителей. Следующая ошибка, которая называется «Действие сертификатов», укажет вам на то, что срок действия вашего сертификата истек, и вам нужно его продлить. Устранять его достаточно просто, продлеваете свой SSL-сертификат. Также мы определяем, если сертификат был создан на вашем сервере, а не сторонними центрами сертификации. И если это можем найти мы, поисковые системы точно так же могут это определить. Поэтому обязательно обращайтесь в центр сертификации для того, чтобы перенести свой сайт на HTTPS. Следующая ошибка в этой категории укажет, поддерживается ли HSTS на вашем сайте. HSTS позволяет браузеру отдавать страницу с протоколом HTTPS, даже если пользователь запрашивает страницу с HTTP. И снижает вероятность показа пользователям незащищенных страниц, что положительно сказывается на репутации вашего сайта. Так что убедитесь, что вы используете сервер, который поддерживает эту технологию. И укажет вам на то, что ваш сертификат устаревший. Первая покажет, что у вас устаревшая версия TLS протокола. Вторая покажет, что вы пользуетесь устаревшим и небезопасным SSL 3. В обоих случаях мы рекомендуем использовать самую безопасную и самую последнюю версию протокола TLS 1.2. Следующая ошибка появляется, когда вашему сертификату не доверяют во всех браузерах. Скорее всего нарушена цепочка сертификатов, и вам нужно проверить настройки для того, чтобы связать свой сертификат с доверенным корневым сертификатом. Последняя ошибка – это неверный сертификат. Она появляется тогда, когда домен в браузерной строке не совпадает с доменом, указанным в сертификате. Если видите такую ошибку, проверьте, на какое имя зарегистрирован сертификат. На этом все. Спасибо, что смотрели. Идите, проверьте свой сайт с помощью Serpstat. Увидитесь, что у вас нет никаких ошибок, связанных с HTTPS. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok